Длинная анкета с сайта знакомств мужчины пишет он о себе. Обычный человек со своими достоинствами и недостатками воспитан в классических традициях отношения к чести, достоинству, совести, понимания, обязанностей, отношения к женщине, образован, обладая интеллектом, работаю, не злоупотребляю. Ну, вообще, как бы хорошая презентация такая, чувствуется, ну, даже потому, что анкета такая очень длинная, насыщенная, чувствуется, что человек, ну, такой, с интеллектом. Есть свои принципы взгляда, интересы, увлечения и много еще чего хорошего. Извините, но не умею себя хвалить. Ну, как сказать? Так, со стороны и при общении виднее. Ну, это да. В любом случае все люди разные. У каждого свое мнение. Это точно. Кого хочет найти этот мужчина? Да, кстати, я забыла сказать, что мужчине 50 лет. Так, ищет он. Как много красивых, привлекательных женщин ищут отношений? Да, это правда. Каждая обладает своим достоинством, импозантностью, вне зависимости от возраста. Глаз радует, душа хранит надежды, а мозг отрезвляет. Интересное высказывание. Глаз радует, но душа хранит надежды, а мозг отрезвляет. Прямо красиво сказано, да, как только стихи писать. Так, дальше, значит. Как парадоксальны эти знакомства? Я практично оцениваю себя не олигарх и уж внешне не Аполлон. То есть явно не предел женских мечтаний. Раньше только мужчины оценили красоту лица, привлекательность фигуры, волнительность форм, длину и стройность очаровательных женских ножек. Сейчас почему-то женщины также оценивают мужчин. Ну, вот мужчины интересные, да? Что за позиция такая почему-то? А почему женщина не может оценивать мужчину? Женщин тоже человек. Разве вам важны только внешние данные, толщина кошелька? Причем здесь внешние данные и толщина кошелька? Ну, ладно. Человеческие, мужские качества уже не интересны. Конечно, интересно всем. Ну, интересно, опять же, все, так скажем, вкупе. Видимо, я отстал от современных трендов отношений. Уважительные отношения, желание любить, заботиться, защищать, радовать и баловать, ценить и ласкать уже не в приоритете. Конечно, в приоритете, милый мой мужчина, дорогой. Ну, почему ты спрашиваешь такие вещи? Это же очевидно. Это будет в приоритете всегда. Мне очень жаль. Я не знаю, почему такое мнение сложилось. Ну, не знаю. Ну, может быть, да. Я согласна, может быть, много меркантильных стало людей. Ну, я так думаю, что это, как бы, ну, жизнь заставляет, подталкивает все-таки, потому что у нас она ставит в какие-то рамки тоже определенные. Но это не значит, что человек только меркантилен или только, там, все равно же он так же ищет и моральную поддержку, и какую-то, ну, тактильность какую-то там и все остальное. Так, немножко отклонились. Так, пишет, видимо, отстал. Уложительные отношения. Желание любить. Так. Увидев приятную и милую женщину, хочется начать общение, но, пытаясь завести разговор, даже не отвечают. Видимо, или я такой недостойный, или просто не хватает воспитания, и чувствовал так-то ответить. Вот видите, обижается, на что мужчина, женщина. Берите на заметку. Почему вы не отвечаете? Ваше право, я не навязываюсь. Иногда даже в черный список отправляют. Что же может быть лучше, чем любовь к женщине? Ну, вообще, что я могу сказать? Ну, по первому впечатлению, мужчина очень даже интересный. Я не знаю, почему у него такой негативный опыт. Почему отправляют в черный список? Ну, не знаю. Ну, мне кажется, не должен написать там какие-то гадости, потому что, ну, судя по анкете, он очень воспитанный человек. Только взаимная любовь, уважение, единство души и тела, верность в мыслях и поступках. Вот видите, как выражается, очень интеллектуальный мужчина. Что может быть приятнее, чем видеть утром спящую, сопящую в подушку, пускающую слюньки сладкого сна, целовать милый носик, взять в охапку и крепко обнять, греть и целовать замерзшие ручки, массажировать уставшие ножки своей женщины. Вот видите, как женщина. Смотрите, что может дать этот мужчина. Как много может дать своей женщине любимой. Так, риторический вопрос и несбыточные мечты. Многие ищут мужчину по определенным параметрам. Каждый вправе ошибаться. Только для меня, моя женщина, самая красивая и желанная, единственная и любимая. Но это же не мужчина, а мечта. Женщина, вы что? Как такой мужчина до сих пор один, я не понимаю. Мне сложно поверить, что получится найти такую, создать семью. Неоднократно пытался, но не получается, и надежды уже нет. Скажите, что ты тут делаешь? Скажите, что ты тут делаешь. А, скажите, что ты тут делаешь. Просто любуюсь красотой женщин, упущенными не по моей вине возможностями построить отношения. А, честно говоря, так безумно хочется влюбиться, ощутить любовь, почувствовать бабочки в животе. У мужчин тоже бабочки бывают. Видеть напротив... Кстати, мужчины в комментариях, подписчики, или просто смотрящие это видео, напишите, у вас бывают бабочки в животе. Видеть напротив, любимые глазки. Может, удастся хотя бы найти родственную душу для обычного общения. А вдруг и мечта пойдет навстречу. Дай бог исполнить последнюю надежду. Ну, я желаю этому мужчине исполнить свою надежду. Я считаю, что все равно найдется женщина. Очень хорошая, достойная. Я не знаю, может быть, у него какие-то еще там есть завышенные требования к этой женщине. Может, он какой-то слишком педант. Ну, пока по анкете мне вообще не показалось, что он какой-то плохой. Вот честно говорю. Хотя, в принципе, в жизни все бывает, и никто не знает, пока не поживет, какой человек. Потому что, ну, писать – это одно, а жить с человеком – это совсем другое. Женщину, кстати, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, ваше мнение. Мне просто очень интересно. На ваш взгляд, это анкета идеального мужчины? Ну, не по внешним данным, конечно, а по рассуждениям. Или что-то здесь не так. Ну, мне показалось, что все отлично, я не знаю. Давайте в комментариях пообщаемся на эту тему. Очень интересно ваше мнение. Пишите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У меня на канале более 200 анкет. Читайте. Все очень интересные. Ну, и сам канал, соответственно, тоже. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Надеюсь, вы тоже так думаете. Ну, судя по тому, что у меня уже 10 тысяч подписчиков, я считаю, что все-таки неплохо получается. Ну, будем расти, будем стараться. Всем пока, всем до встречи на моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok